Посчитав количество петель и рядов в одном сантиметре моего вязания, я понимаю, что мне нужно будет набрать 50 петель для того, чтобы вязать шапочку на куклу и провязать 150 рядов. Но учитывая, что у меня вязание будет боковое, направление полосок пойдет вот так вот, вот шапочка, потом ее сшиваем, получается у нас ровный прямоугольничек, у нас шапка будет боковая, вязать я буду вбок, и вязать можно узкими полосочками, можно широкими, я буду вязать широкими полосками по 4 ряда, то есть одна полоска 4 ряда. Если 150 поделить на 4, у меня получается 37,5, ну, я буду делать 4 ряда по 37 рядов, то есть 4 ряда каждого цвета 37 раз. 4 ряда одного цвета вяжу и смещаюсь на одну петельку, 4 ряда вяжу и смещаюсь на одну петельку, то есть у меня будет не сильно, не сильный уход в сторону, поэтому берем машинку, набираем 50 петель, вспомогательная ниточка, один ряд катушечной ниткой для того, чтобы разделить вспомогательное и основное вязание, и начинаем вязать нашу шапочку. 50 петель убираем. У меня 50 петель, я набрала с самого края машины, вот здесь край, вся машина справа. Набираю 50 петель, провязываю 4 ряда, все нитки по очереди лежат на столе, я заканчиваю вязание одним цветом, ставлю ее в очередь. То есть у меня нитки цвета будут повторяться 3 раза. Вот у меня количество моих рядов, количество фаз я поделила на количество имеющихся ниток, для того, чтобы у меня нитки не хаотично шли, а именно по повторяющемуся порядке. Можно делать хаотично, берете первый попавшийся клубочек, можете из двух цветов, можете из трех, не важно. Самое главное, чтобы полоски шли вбок. У меня каждая полоса состоит из четырех рядов. Закончила вязание одного цвета, вот голубенький закончился. С краю беру крайнюю петлю, надеваю на соседнюю. Я делаю убавку с одной стороны, беру следующий цвет, то есть у меня сейчас 49 петель на машинке. Провязываю ряд в одну сторону, ряд в другую и с противоположной стороны, теперь выдвигаю углу в переднее положение, обвиваю ее таким образом, добавляю 50 петлю и провязываю ряд. Третий ряд, иглу в работу, четвертый, у меня опять 50 петель, но вязание сдвинулось на одну иглу в сторону. Соединяю теперь предыдущие ниточки, то что было в начале, эту отрезаю, матушку в очередь, остальные пододвигаю сюда, беру следующую, следующую зеленую. Крайнюю петельку снимаю на соседнюю, у меня в работе 49 игл. Провязываю ряд в одну сторону, ряд в другую, добавляю иголочку, 50 ставлю в переднее положение, третий ряд в рабочее положение, четвертый. У меня в работе 50 игл, завязываю соседние ниточки, чтобы ничего не распускалось и потом не пришлось заниматься. Эту нитку отрезаю, в очередь ее беру следующую. И то же самое, убираю крайнюю петельку на соседнюю, у меня в работе 49 игл, провязываю ряд, раз, два, иглу в переднее положение, обвили третий ряд в рабочее положение, четвертый. Отрезаю ниточку, ставлю ее в очередь. Таким образом, я должна провязать свои 150 рядов. У меня получается какое-то количество рядов повторяющихся. Я могу, зная, что у меня 37 фаз вот таких, я могу просто посчитать, что у меня 37 полосок и на этом закончить. Либо оставлю счетчик, но поскольку счетчик с одной стороны находится, а вязание двигается, то проще посчитать именно по цветным полоскам. Итого я должна провязать 37 вот таких цветных полосок. Каждую фазу, каждые 4 ряда сдвигая на одну петлю, на одну иголочку в сторону мое вязание. Можно сдвигать каждые 2 ряда, можно, вот как я, 4, можно 6. То есть в зависимости от того, как часто мы будем убирать иглу и добавлять ее, у нас изменится наклон полосок. Меня вот такой наклон устраивает вполне, он будет не сильно большой. И вот таким вот образом, каждый раз сдвигая полотно на одну иголочку, я вывязываю свои 150 рядов. Провязали нашу шапочку. Лицом к себе открытые петельки надеваем на те же иголки машины для того, чтобы сшить между собой наше вязание. Можно сшить руками, можно сшить на машинке. Я сошью на машинке. Все петли, которые мы сняли, вязание лицом к себе надеваем с одной стороны в полотно. Вот так вот все иголки, которые мы сняли, мы просто переворачиваем вязание лицом к себе. Для того, чтобы наш шов остался с изнаночной стороны. И аккуратненько поворачиваем вязание изнанкой внутрь по кругу и надеваем вторую часть петель на эти же иголки. Для того, чтобы соединить, наденем, уберем вспомогательные, просто выдернув катушечные нитки, и сшиваем наше полотно таким вот способом. Полосатое вязание позволяет нам сшивать вязание на вязальной машинке. Потому что вот эти вот вертикальные полосы и шов пойдет между полосами, это будет незаметно. Вот если вязание у нас какое-то сложное, то вот такой метод создаст рубец. Для того, чтобы избежать этого, есть другие способы сшивания, которые мы проходим в нашей мастер-группе. Здесь урок не по вязанию, а всего лишь я показываю вам идею. Поэтому сейчас надеваем все петли. И удобным способом, каким вы знаете, какой умеете, закрываете петли нашего вязания. Получается сшитое по кругу полотно, которое мы сейчас будем формировать в шапочку. Ну, как я уже сказала, прежде чем закрывать петли, надо будет удалить катушечные нитки. Для того, чтобы не утолщать вязание полотно. Так, теперь катушечную. Нарезаю самые краешки, там где у меня был узелок завязан. И просто тяну за нее. Она выдергивается. У меня убирается вспомогательная нитка. Одна, видите, просто открытые петли. И точно так же выдергиваю вторую. Заканчивая вязание, я не оторвала клубок этим же, этой же ниткой и закрываю полотно. У меня получается сшитое вязание. У нас получается вот такая вот, немножко косая шапочка, видите? Вот такая вот труба, ровная. Просто мы вязали не квадрат, прямоугольник мы связали, но не ровно, а немножко в кость. Тоже очень интересное вязание. И дальше мы можем с этим полотном делать все, что угодно. Кстати, вот наш шов, его тоже практически не видно. Он вообще не выделяется в этом вязании. Его можно, в общем-то, девать куда угодно. Назад, в середину, вбок, куда хотите. Но мы его немножко вот так вот назад разместим. И теперь моя задача оформить макушку. Оформлять можно как угодно. Можно просто стянуть, можно оформить в виде африканской шапочки. Можно оформить как угодно. Можно оформить и вот так, как я сейчас вам покажу. Закалываем середину. Ищем середину. Берем машинку, далеко не убираю. Нужны иголочки и линейка. Определяем середину шапочки. Вот здесь закололи. И теперь, какого размера я буду делать стяжку. Ну, вот так где-то. Третью часть. Если где-то 6 см с одной стороны. Вот так. 6 см. С другой стороны. Вот где-то. Вот так. Прикололи. И теперь могу совершенно спокойно сшивать. Сшиваю ушко. Сшиваю второе ушко. И делаю стяжку по серединке. Всего-то делом. То есть, сшить можно как угодно. Главное крепко, чтобы шивание было видно. Поэтому сшивать я буду. Крючком можно на машине сшить ушки. Точно так же, как мы сшивали саму полотну. А вот стяжку делаем как обычно. Мелкими-мелкими шажочками. За один петельный столбик. Ой. И не завязал узелок. Обязательно. Или узелок. Или мы сейчас вернемся обратно. Видите, так. Стяжку я делаю иголкой. Просто простегиваю. В одну сторону. И в другую. И стяну после того, как сошью ушки. Потому что иначе мне это будет неудобно делать. В одну сторону. До ушка. До уха. И обратно. Обратно можно уже посвободнее. Чтобы просто я завязала узелок на второй части. На обратном ходу, что называется. Так. Затяну, когда пришью уши. Ушки можно крючком, можно на машинке. Как я уже сказала. Как вам удобно. Здесь можно лишнее обрезать. Берем крючок. И от серединки зашиваем ушки. Здесь у меня заканчивалась ниточка. Я отсюда и зашью крючком. Крючком или на машинке. Но главное туго, чтобы не было видно шва. Можете сшить иголкой. Как кому нравится. Это уже совершенно не важно. Зашиваете ушки. И собственно шапка готова. Основной стяжка, ушки. Шапочка очень простая, но от этого не менее симпатичная. То есть сейчас я всего лишь зашиваю ушки, чтобы не было вот этих вот отверстий по краю. Ушки зашиты. Мне осталось только стянуть. Ну, булавки уже можно вытащить, они не нужны. Аккуратно стягиваем макушку. Втягиваем ее. И завязываем. Как можно сильнее. Чем больше шапочка, тем лучше стянется макушка. Нитки надо брать крепкие для этого. Вот, получается такая стяжка. Поворачиваю. Ушки расправить. Вот уши. Нижнюю часть подпарить, само собой. И излишки бахромы надо просто отрезать. Узелки можно завязать еще покрепче, потому что у нас они не сильно затянуты. Покрепче завязываем узелочки и отрезаем. И в общем-то наше вязание готово. Потому что тут я узелки не везде завязала. Их надо завязать везде. И завязать причем хорошо, потому что они у нас будут держать вязание. Завязываем на два узелка. И после того, как подпарим нижний край, можно будет ровненько отрезать все эти узелочки, чтобы они не мешали. Ушки можно еще и подшить. Тут вот где-нибудь прошить. И они тогда точно будут держать форму, потому что голова у нас пойдет вот здесь вот. А уши будут ушами. Вот такая вот интересная жабочка. Продолжение следует... Продолжение следует...